С началом отопительного сезона немало детей получают ожоги различной степени тяжести – от затопленных печей, кипятка, бытовых электроприборов. Маленькие дети не только очень любопытны, но и копируют поведение родителей. И если вы хватаете со стола чашку с горячим чаем, то, глядя на вас, ребенок может повторить эти действия. Ведь дети в силу возраста не осознают всей опасности, что и приводит к серьезным последствиям. Чаше всего причиной ожогов становится – ненадлежащий присмотр за маленькими детьми. Только в 2023 году при больнице с ожогами поступило около ста детей. Основной возраст, в основном от одного до трех лет получают ожоги, поступают к нам дети. Это связано с особенностями поведения их. То есть они в это время активно начинают ползать, ходить, познавать мир. Поэтому все потают и тянут в рот, так скажем. И чуть старше дети получают, иногда могут получать открытым пламенем. То есть они играют с ожигалками, спичками. Возможно такое. Наибольшую опасность при ожоге представляет ожоговый шок, который возникает при глубоком повреждении тканей. Поскольку в основном шок возникает из-за боли, чтобы приостановить его развитие, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и доставить ребенка в ближайшую медицинскую организацию. Степени и площади ожогов различные. Все дети с ожогами, они госпитализируются у нас в отделении. И лечение. Несколько принципов лечения. Это обезболивание, перевязки. Основное инфузионная терапия и антибактериальная терапия. Не оставляйте детей без присмотров в тех местах, где они могут получить ожог. Наиболее опасны кухни, ванны, бойлерные и котельные помещения. Ставьте кастрюли и сковороды на дальние конфорки или поворачивайте ручки посуды от края плиты, чтобы ребенок не мог до них дотянуться. Здоровье и безопасность детей в наших руках.